Если вы считаете, что можете накосячить, выкинув из сумки седло, шляпу, продав случайно, которая продавалась только за СК, или сотрать какую-нибудь еще глупость, то меня вам не обойти. Потому что я имею свойство, точнее дважды я уже косячила так мощно, я продавала лошадей. Да, дважды я уже продавала лошадей, и дважды это не две лошади. Все знают, те, кто смотрит мой канал давным-давно, у меня была поняшка, такая начальная, она была со мной не очень долго, где-то фотографии с ней даже остались. Вот мирная забава, это юрминские пони, старый-старый, который покупался наравне с моей первой покупной лошадью за СК, с хранителем духом. Вот даже могу вам их показать, они выглядели вот так вот. И я эту поняху когда-то купила чисто только для того, чтобы пройти гонку пони. Я думаю, я не единственная такая умная, многие игроки в ССО покупали пони чисто, чтобы пройти задание по гонкам, потому что вы думали, что там будет какие-то еще задания, кроме открытия гонки для пони. Да, именно поэтому когда-то я купила эту мирную забаву, да, кстати, имя я и дала точно такое же, как и было в ее первой версии. Я ее купила, искренне радовалась, но потом меня начала так сильно бесить ее моделька, очень сильно мне... В принципе, я в первый раз, когда создала аккаунт в ССО и докачалась до пятого уровня, я ушла оттуда, потому что я не могла его оплачивать, и меня жутко бесили старые модельки. То есть, несмотря на вот это вот, я не могла спокойно играть, и поэтому было принято решение продать эту поняху, зная, что лошадей обновляют, и потом я куплю точно такую же, только обновленную модельку. К сожалению, ССО меня подвело, я не купила себе новую модельку, просто потому что, когда сделали обновление германских пони, там не было данной масти. В данной масти вышли потом пони Чинкотик. Хотя юринские пони нравились мне своей моделькой, я даже одного купила, об этом чуть позже. Я потом купила пони Чинкотик точно такой же масти, назвала, правда, по-другому, чуть-чуть по-другому, по-моему, Милая Радость я ее назвала. Но все равно я ее тоже очень любила, мне нравится на ней кататься, и я думала, что катаюсь вот на этой очервашке. Но потом случилось через несколько месяцев, наверное, даже, возможно, через год, я не знаю, время так быстро полетает. Я все-таки нашла фото с мирной забавой, мое сердечко всплакнуло, и за, по-моему, за 400 с чем-то СК я побежала и моментально ее купила. Скинув моментально Каролине физографию, что я вновь все же на этой пони, меня обругали, покрыли волной возмущения. Зачем? Зачем я это сделала? Каролина, напоминаю, ненавидит старые модельки, хотя у нее и есть несколько, но она их не любит. Вот. Ну, я не знаю, моя душа была довольна, и, если честно, я до сих пор не жалею о том, что купила ее. Ну, спустя несколько месяцев, да, я, кстати, потом начала качать лошадей, и сейчас в моей конюшне, мало того, что у меня было очень много лошадей, сейчас их стало чуть поменьше, вот, но уровни я качаю активно, то есть, по возможности, каждый день я выполняю абсолютно все скачки. И, чтобы вы понимали, половина, практически, насколько я посчитала, половина, ровно половина моих лошадей уже имеют 15 уровень, и я вам скажу, это очень тяжело. Но суть не в этом. В какой-то момент я зашла в ССО, и меня накрыла прям волна злости. Я решила продать лошадей. Не повторяйте данный трюк никогда. Прям вот зарекаю вас. Проклинаю, никогда не повторяйте этот трюк. Это, это ужасная вещь. Я решила продать лошадей, на которых вообще не каталась, вот, которые были куплены для видео, которые я купила, и вроде как я радовалась им, они мне нравились. Какая-то страшная волна агрессивности накрыла меня, и я продала за раз, по-моему, лошадей пять или шесть. Вот буквально за раз я зашла в конюшню, Каролина все это наблюдала, и с просто гигантскими глазами, и я начала продавать лошадей. Я продала Шайра своего единственного, могучий дух, продала еще второго англичанина, мраморного рыцаря. Я продала как раз пони Чинка Тик, я продала пони Юрвика, которые новые модельки. Кого-то... А, я продала вот эту лошадь, на которой я уже вновь сижу. И, по-моему, это все. Возможно, конечно, я кого-то еще продала, но я уже не помню. Я, главное, недавно посчитала, и там действительно пять-шесть лошадей, я действительно просто продала в ноль. И просто, чтобы вы понимали, да, когда у вас это... Те, у кого много лошадей, может быть, и точно чувствуют то же самое. Возможно, нет. Те, кто имеет малое количество лошадей, может быть, меня сейчас вообще не поймут. Но, когда у вас становится слишком много лошадей, вы чувствуете ту самую любовь и очень-очень... Нет, вы любите всех своих лошадок, вы же не даром их покупали. Но самые крепкие чувства, самую крепкую привязанность вы ощущаете к первым десяти лошадкам, которые у вас есть. То есть, вот у меня это были Дивный Восход, Гардиан Спирит, Мирная Забава, Великий Орел тоже, Скромная Душенька. То есть, вот первые десять лошадей, которые у вас были, может быть, даже меньше. Вот вы с ними провозились больше всего времени. Их было меньше, вы больше на них катались, вы их качали, задания с ними выполняли, участвовали в каких-то мероприятиях. И вы, они вам больше засели в душу. И вот буквально на днях я полезла в свою группу ВКонтакте по ССО. Скажем так, это моя личная группа, ну, которую я делю с Каролиной. Туда я скидываю всякие фотографии, записи по настроению, как мы гуляем с Каролиной, каких лошадок я докачиваю до пятнадцатого, кого покупаю. Ну, в общем, просто такая историческая моя группа. Там, кстати, есть даже фотографии, где персонажи еще не обновленные ни разу. И где началка там моя в альбоме. Я ее загружала, там уже были новые конюшни. Началка самого первой версии. Я вообще удивилась, когда зашла в альбом и испугалась. И я нашла фотографии с Шайером. Я нашла фотографии как раз с мраморным рыцарем, с англичаном Сереньким. И куча-куча еще всего. Нашла даже видео с проданными лошадками. И моя душа взвыла. Мне стало очень стыдно, что я продала лошадей. Что да, я, конечно, на них не катаюсь. Потому что... Ну, согласитесь, когда у вас такое количество лошадей. Плюс пять ко всему этому. То есть, вот все, что у меня здесь в конюшне. Плюс еще вот эти вот три страницы. То есть, у меня, наверное, где-то страница четыре или пять всего лошадей. И согласитесь, сложно кататься постоянно на каждой из этих лошадок. И в итоге я поклялась на мизинчике. Кто не знает, для меня это самое мощное, скажем так, заклинание. Это клятвы на мизинчике, которые нерушимы, никогда нельзя разрушить. И если ты разрушишь, горит тебе синий, фиолетовый, красный пламени. Вот. Я поклялась, что больше никогда не буду продавать лошадей. И я даже сделала пост об этом в своей группе для самой себя же, чтобы напоминать себе об этом, что я буду скупать лошади обратно. И да, кстати, ребята, если что, я купила себе 20 тысяч ска, мечта жизни сбылась. Надеюсь, я больше так делать не буду, но кто меня знает, заикаться не буду. Э, да. Если что, не орите, не делайте крупные глаза. Когда-то я работала, я оставила себе деньги на удвоение, чтобы осуществить свою мечту и купить 20 тысяч ска разом. Да, на удвоение. Мечта сбылась. И, тем не менее, я решила, что буду покупать лошадей. Самой первой лошади я решила купить кофейную ваниль. Я, кстати, кофейная ваниль, её сейчас так зовут, это единственная лошадь, которая оказалась у меня абсолютно без воспоминаний. То есть, её нету в видео, её нету в альбомах, с ней нету никаких записей. То есть, я её купила, даже без видео по обновлению. Но да, иногда мне хочется покупать лошадей без ведома. То есть, я снимаю обновление по породе, но покупку породы я не снимаю. Потому что хочется иногда личной жизни. И, ну, как бы, просто, вопреки обстоятельствам, не всегда можешь включить запись во время прогулок с друзьями. Что, типа, ой, я хочу эту лошадь, давай её купим вместе. С ней был один скриншот на обложку, по-моему, какую-то. Но там же нету имени. И я вообще не помнила, как я назвала эту лошадь тогда. Но я думала, кстати, может быть, взять данную породу другой масти. Но в итоге посмотрела, пролила слезу и поняла, что нет, надо возвращать именно те масти, которые я продала. Я не буду отрицать, что с каждой покупкой проданной лошади я получила 2500 шиллингов. Они все были потрачены на одежду и амуню, то есть моментально. То есть я продала лошадь, там несколько лошадей у меня, и так там было 7000. Я продала несколько лошадей, у меня по десятку подскочили шиллинги. Мне их нужно было потратить, чтобы продать ещё лошадей и получить с этого деньги. Поэтому я покупала амуницию или вещи, которые, допустим, хотела бы купить, но у меня не было риска. Потому что некоторые предметы там стоили ровно 10 тысяч. Вот, то есть ничего никуда не ушло. Продажа лошадей, деньги с продажи ушли сразу на покупку нужных мне вещей. Уже не вспомню каких, потому что это было несколько месяцев назад. Ну, суть в том, что я купила кофейную ваниль, я её активно сейчас качаю. Уже завтра она у меня будет, точнее, ну, неважно, когда это вы смотрите. Следующим днём она меня достигнет 15 уровня. Возможно, сегодня я её до 14 докачаю, потому что скачки у меня ещё есть. Ещё много скачек, так что 14 уровень, я думаю, я ей прокачаю. И я буду возвращать всех лошадей по порядку. Кстати, ещё одна лошадь, которая осталась у меня без имени, которую я нигде не упоминала, это оказался Клейд. Да, я покупала Клейд из Дали, он был рыжий с саловой гривой. Он мне напоминал Филиппа Коня Белли из Красавицы Чудовищей. Может быть, я где-то и снимала с ним видео, просто я пока что не нашла ни записи, ни имени, нигде его нету. Я его не успела тогда добавить, скриншот с его данником в альбом-группу. Да, у меня есть отдельный альбом «Все мои лошади». И я поняла, что это полезная вещь, потому что вот я продала некоторых лошадей, я нашла их там, вспомнила про них и знаю их имена. И я не собираюсь возвращать себе Шайра, который был куплен, скажем так, не мной, а одним человеком. И имя тоже дал этот человек. Возможно, когда-нибудь я куплю себе обычного вороного Шайра. Если кто не знает, у меня был шоколадный, точнее нет, гнидой Шайр, который продается на ферме... Где? Где-где-где? Я уже не помню где. На острове Падока, который где и все Шайры, в принципе, продаются. Вот. Но я не буду покупать данного Шайра, я не буду покупать именно этого же Клейда. Я куплю Клейда из Дали, который выращен у меня в приложении шоколадного цвета. Я о нем очень долго мечтала. И как назло, кстати, когда я купила своего первого Клейда из Дали, на следующей неделе вышел тот Клейд, которого я очень сильно хотела, но у меня уже не было ИСК. Ну и я не всегда покупаю несколько лошадей одной породы. Исключение, если мне очень нравятся масти или если они редкие, допустим. Поэтому я решила объединить двух этих потерянных лошадей. Я куплю Клейда из Дали, но назову его как моего проданного Шайра. То есть у меня будет шоколадный Клейда из Дали с именем Могучий Дух. Могучий Дух. Вроде бы он так назывался. Вот, а дальше я, наверное, буду возвращать всех своих пони, Чинкотик. Я верну тоже и пони Юрвика. Его звали даже Spirit Angel. Да, спасибо скриншотам, спасибо видосам. Вы мне помогаете исправлять мои же ошибки. Но, почему я не буду скупать их всех сразу? Да, кофейный ваниль. Я тебя очень сильно люблю, я больше не буду продавать тебе, честное слово. Вот на мизинце поклялась. Почему я не скупаю всех лошадей сразу? Я активно занялась прокачкой лошадей. Изначально я брала и прокачивала всех максимальных уровней до 15-го. То есть у меня была куча лошадей 14-го, 13-го уровня. И я их все никак не могла докачать. Теперь же у меня очень много скачек. Я 20-й уровень, у меня, по-моему, открыты вообще все скачки, которые доступны по всему Юрвику. И поэтому я могу спокойно с 13-го, вот чисто ровного 13-го уровня, прокачать лошадь за один день, выполнив абсолютно все скачки до 15-го. Я начала очень активно их все прокачивать. Вы сами видите, что у меня раз, два, наверное. То есть где-то тут две страницы будет, возможно. То есть у меня будет почти две страницы, где лошади чисто, вот прям чисто 15-го уровня. И это еще не все. То есть я их качаю до сих пор. Потом единственное, я очень сильно устала их качать. Я захожу каждый день в ССУ, выполняю скачки, прокачиваю лошадей. Но я устала качать высокоуровневых, потому что это очень-очень долго. Я решила сменить тактику. И у меня все магические, которые я купила за раз. Это тоже был, кстати, единственный случай, когда я разом купила всех лошадей, которые продавались в определенном месте, потому что Гарри Готланд. Иначе до свидания, жди в следующие полгода. Я их всех решила прокачать до пятого уровня. Потом я сейчас вот докачаю кофейную ваниль, чтобы она стала пятнадцатым. Успокуюсь на этом. Наверное, прокачаю вот этих вот трех одиннадцатых уровней. А дальше я снова вернусь к мелкоуровневым. Всех их прокачаю до десятого. И, наверное, на этом сделаю паузу. Потому что, я не знаю, я, наверное, уже около месяца качаю в общей сумме лошадей. Каролина вечно меня спрашивает, зачем мне это. Но я лично не знаю, чем еще заняться в ССО. Я не люблю ролить. Я умею ролить. Меня это очень сильно затягивает. Но очень сильно отнимает мою энергию, мои силы. И мне не хватает надолго. А ролить мне, на самом деле, очень начинает нравиться. Как только я затягиваю в процесс, я уже начинаю хотеть кушать. Мне уже хочется пить. Хочу отдохнуть. А я все никак не могу идти из ролки, потому что я увлекаюсь этим. Поэтому я обычно говорю, что я не ролю. Потому что я знаю, что потом мне будет не очень хорошо. И я не участвую в чемпионатах, потому что... Вечно я там проигрую в самом начале. И я как-то не отношусь к тому, что вот чемпионат, нужно называть медальку. У меня есть вот Великий Орел. Он получил одну медаль в моей жизни. Моя единственная лошадь с золотой медалью. В Фергове. Я за него очень радуюсь. Он мой единственный такой чемпион. Конь. Кстати, один из самых первых тоже лошадей. И мне не нужно везде получать золото. Я, конечно, понимаю, что, по-моему, каждая золотая розетка стоит... Надо, кстати, посмотреть, сколько стоит каждая золотая розетка. Кто-то участвует в чемпионатах, чтобы зарабатывать на этом. Они продают золотые розетки. Они оставляют себе по одной штучке. А все остальные продают. Сколько ты стоишь? 500 шиллингов. 500 шиллингов стоит одна розетка золотая. То есть, в принципе, за 2 вы получаете 1000 шиллингов. Но мне лично... Мне нечего покупать в таком количестве, чтобы в таком количестве фармить эти розетки. Поэтому я не вижу тоже смысла участвовать в чемпионате. Так, я потеряла Зюню. Я потеряла Зюню. Где Зюня? Где Зюня? Я потеряла Зюню. Зюня. Ой, не Зюня. А, Зюня здесь стоит. Я потеряла цветение. Вот, все. Все на месте. Да, так что вот такая вот сейчас у меня странная жизнь в ССО. Я одновременно качаю всех лошадей. Я буду одновременно с этим возвращать проданных лошадей. Их получается тогда 4. То есть у меня кофейная ваниль я уже вернула. Это раз. Англичанина мраморного. Это 2. 2 пони. Это 4. И Клейд с именем Шайра 5. Да. То есть мне осталось вернуть 4 лошади. И я вначале думала, что я буду скупать по одной лошади в месяц из старых именно. То есть если выйдет какая-то новая лошадь, она мне понравится, я ее куплю. Но и в этот же месяц я куплю лошадь, которую продала. Но сейчас, возможно, я поменяю схему. Я не уверена. Или я буду покупать каждую проданную лошадь после того, как предыдущую. То есть вот кофейную ваниль я докачаю до 15-го. Я... Ух ты, боже мой, какая же ты милая, боже. Я сейчас плакать буду. Почему я тебе продала? Мне прям стыдно, стыдно. Стыдно, стыдно. Пройди меня, пожалуйста. Вот. Я докачаю ее до 15-го и пойду покупать кого-то из следующих. Ну, не знаю. Вот честно. Я очень сильно устаю, прокачивая лошадей. Я зарабатываю очень много сейчас шиллингов ежедневно. Я их все трачу на покупку стогов сена. И только стогов сена. Потому что, чтобы вы знали, я сейчас... Да, я купила себе 20 тысяч СК. Я их уже даже чуть-чуть потратила. Но я не покупаю конюшню. То есть я каждый день захожу в ССО. Я кормлю абсолютно всю конюшню, что вмещается. То есть я выставила лошадей, которых, допустим, я хочу в какой-то момент начать резко всех качать. И мне нужно, чтобы они были хорошего состояния. Я каждый день захожу в ССО. Иду в конюшню. Кормлю, ухаживаю, чищу. Всех абсолютно лошадей. Да, тут стоят два пятнадцатого уровня. Зюня и цветение. Но это просто потому, что... Я могу поехать на них на выездку. Я могу поехать на них на прогулку. Потому что Зюню действительно я уделяю очень мало времени. И мне хочется это исправлять. А цветение... Очень актуальна лошадь сейчас. И очень интересно заниматься с ней вестерном. А все остальные лошади это еще не прокаченные до пятнадцатого. И как только, кстати, я докачиваю лошадь до пятнадцатого уровня, она автоматически идет на пастбище. Вместо нее ставится другая лошадь. Либо десятого уровня. Ну да, у меня много десятых. Следующая лошадь десятого уровня. Я тоже начинаю за ней ухаживать. Но при этом качаю других лошадей. И как только мне доходит до нее очередь, у нее уже зеленый смайлик. А после этого я иду и выполняю абсолютно все скачки на карте. Да. Так что вот решила вам устроить такое маленькое разговор... Ну как маленькое? Немаленькое разговорное видео о том, что... Ошибки бывают в ВССО маленькие. Ошибки бывают крупные, как у меня с продажей лошадей. Желаю вам ни в коем случае не продавать своих лошадок. Если вы начинаете чувствовать какую-то такую же ярость, как и я. И вы хотите жутко продать лошадей. Мой совет. Пойдите в скриншоты. Пойдите в диалоги с друзьями по ВССО. Посмотрите, как вы катались на этих лошадках. Может быть вы видео снимали, как вы ее покупали. В общем, прежде чем... Все-таки решиться продать лошадь. Посмотрите и подумайте. А точно ли вы хотите от нее избавляться? Потому что продажа лошади не вернет вам утраченных СК. А она вернет вам всего лишь 2500 шиллингов Юрвика. А это, в принципе, не такие крупные деньги. То есть это даже не 5000. И поэтому не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. А также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И заботитесь о своих лошадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин